Здравствуйте! Сегодня выходит очередной цикл передач «Точка зрения» Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Мы сегодня обсудим актуальную тему, которая связана с защитой бизнеса, где мы рассмотрим уголовно-правовый аспект. И сегодня у нас в гостях эксперт в области уголовно-правовой защиты бизнеса, адвокат, руководитель уголовной практики юридической фирмы Шимарданов, Ялилов и Сабитов, член Ассоциации юристов России Ахмед Шин Эдуард Милович. Здравствуйте! Здравствуйте! Буквально недавно вышел рейтинг адвокатов, которые как раз-таки осуществляют защиту бизнеса. Как мне известно, вы попали как раз-таки в бронзовый фонд. Расскажите, пожалуйста, как вам это удалось и какова специфика вообще на рынке сегодня у нас в Татарстане? Ну, как удалось. Как я понимаю, эти рейтинги формируются за счет мнений экспертов. Собственно говоря, личности их неизвестно, но тем не менее мне очень приятно, то, что мою деятельность оценили положительно и в этот рейтинг я попал. Спасибо, так сказать, за это. А как вы вообще пришли в профессию, то есть с чего начинали свою деятельность в качестве? То есть сразу определили, вот насколько мне известно, свою трудовую деятельность вы как раз-таки начинали в правоохранительных органах, в следственном комитете, работали в прокуратуре. Вот как пришли? Да, все верно. В начале деятельность начинал в прокуратуре. После, значит, создания следственного комитета, выделения его из состава прокуратуры, я перешел в эту службу, проработал некоторое время там. Через несколько лет принял решение, что достаточно работать на госслужбе и пора переходить в адвокатуру, что и произошло. Ну, считаю, что адвокатура более интересна в профессиональном росте, и поэтому в настоящий момент продолжаю работать в статусе адвоката. То есть некое свободное плавание? Свободное плавание, возможности для личного роста, самореализации в качестве юриста. Они более широкие, чем должности следователя, либо прокурорского сотрудника. А какие вот категории дел вы рассматриваете, то есть защищаете, да, в рамках уголовного права защиты бизнеса, то есть какие направления деятельности? Ну, в основном сфера моей деятельности, уголовно-правовой практики нашей компании связана с защитой бизнеса от уголовных посягательств, а также, значит, представления интересов потерпевших, также из среды бизнеса общества, значит, которым действиями тех или иных лиц был причинен либо имущественный ущерб, либо вред деловой репутации. Также наша компания, в том числе и я, как ее руководитель практики, занимаемся защитой интересов чиновников, то есть сотрудников государственного аппарата. То есть это по каким статьям? Ну, статьи специфические, как правило, там злоупотребление, превышение полномочий, взятки, определенная категория статьи, уголовного кодекса, которые всем известны в этой части. А как вообще сейчас, какая тенденция, да, идет либерализация уголовного законодательства или все-таки ужесточение? И какова практика правоприменителей в данной ситуации? Ну, государство действительно в последнее время, оно довольно поступательно осуществляет политику некой либерализации уголовного преследования бизнеса. Ну, тут понятие такое, но относительно либерализация. Ну, в общем, адвокатское сообщество и сами представители бизнеса положительно оценивают эту тенденцию, поскольку, поскольку, ну, в существенно положительные моменты все-таки для бизнеса появились. Тут основным является введение понятия в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, это понятие совершения преступления в сфере экономической деятельности. Все остальные изменения, которые последовали и в настоящий момент используются, они как бы связаны с этим понятием. Ну, одним из основных изменений, как бы таким первым заметным, это введение, значит, частей с 5 по 7, статью 159-ю в уголовный кодекс Российской Федерации о мошенничестве. Там сумма минимального ущерба, необходимая для квалификации действий по, значит, крупному или особо крупному размеру, значительно выше, чем за обычные мошенничества, которые предусмотрены частями сферы по четвертую данной статьи. Соответственно, для того, чтобы было инициировано уголовным преследованием, нужно больше объема хищения совершить. Вот также в налоговое, значит, в преступлении сферы налогового, в налогоправонарушения были внесены некие изменения. Ну, какие? Допустим, человек не уплатил налог, было инициировано уголовное преследование, если налог он заплатит, выставленный ему, то есть начисленные налоговые службы, соответственно, уголовное преследование будет прекращено, и он не понесет наказание как таковое. Недавно весной были еще дополнительные изменения внесены, соответствующие статьи уголовного кодекса, также в налоговое правонарушение. То есть минимальный объем необходимый для возбуждения уголовного дела за данные правонарушения, он увеличен в три раза. Если человек, не человек, компания и личный руководитель не заплатил налоги, ранее было в размере минимум 5 миллионов рублей, сейчас эта сумма увеличена до 15. Это тоже положительная тенденция. Также осталось прекращение дела в случае уплаты полностью данных платежей. То есть если предприниматель покашает свою задолженность в добровольном порядке, правильно понимаю, то освобождается от наказания. Главное дело подлежит прекращению. Вот эти изменения, они коснулись и физических лиц. Это получается буквально в этом году вступили? Да, недавно, 1 апреля. А уже есть практика по... Есть, есть такая практика, есть, да. Соответственно, если были ранее возбуждены дела, где еще сумма была не 15 миллионов минимально, а 5 миллионов, то они также подлежат прекращению, поскольку у нас уголовный закон был более смягчен, и те лица, которые подлежали ответственности за неплаты налогов в размере 5 миллионов, сейчас цифра выросла, поэтому данные дела также подлежат прекращению с отсутствием деяния состава преступления. Эти изменения, они физических лиц так же коснулись, то есть минимальная сумма и по физическим лицам была увеличена. То есть обычные граждане, которые не заплатили налоги, раньше было 900 тысяч рублей, сейчас минимум 2 миллиона 700 тысяч рублей. То есть эти положения, они, изменения, они касаются не только бизнеса, но и людей, граждан также в целом, поскольку они взаимосвязаны. Вот. Как-то так. Изменений, в принципе, много, чтобы всех перечислить, нужно много времени. Так же и Верховный суд Российской Федерации в свои пленумы внес соответствующие изменения касательно применения этих изменений судами. Судами каким образом применять и в каких случаях. Одно из основных ключевых изменений также было внесено в Главно-процессуальный кодекс Российской Федерации касательно избрания наиболее сурового меры пресечения в виде заключения под сражу. Ни для кого не секрет, что следователи часто используют данную меру пресечения, для того, чтобы устрашать бизнес, получить нужные показания и так далее. Теперь же, значит, для представителя бизнеса наиболее суровое меры пресечения, без заключения под стражу, она не может быть избрана просто так. То есть тут нужны веские основания, веские основания для того, чтобы суды... То есть это какой-то существенный ущерб, да, возможно? Нет, даже не ущерб, то есть дело не в ущербе. То есть если у следствия есть реальные основания, полагать, что виновный может скрыться от следствия суда, ключевое. А какие-то доводы могут быть, например, основания? Вывод активов, в том числе за границу, наличие за границей какой-то недвижимости, ну и так далее. То есть такие вещи. В последнее время, благодаря вот этим изменениям, такая мероприятие, как заключение под стражу, начала использоваться, ну, реже, реже. Сейчас более распространенен, домашний арест. А вот как по поводу залогов? Честно говоря, вот я как адвокат, для меня не очень понятно использование как заключения под стражу, так и домашнего ареста в отношении бизнеса. Почему? Потому что здесь же ущерб имущественный, но иначе имущественный характер. То есть дело касается денег, вопрос денег. Да, то есть каждый день должен работать, по сути, осуществлять предпринимательскую деятельность. Не только деятельность, но и ущерб должен быть устранен. То есть деньги должны быть возвращены. Тут я считаю, что достаточно было бы использовать залог. Допустим, предприниматель вносит в качестве залога какую-то сумму, которая как минимум равна, лучше даже превышает кратно сумму причиненного ущерба и продолжает вести свою нормальную деятельность. А он не подлежит ведь возврату, правильно? Подлежит возврату, если он не нарушал избранный меропрещение. То есть никаких действий не совершал, так сказать, вопреки. Не мешал расследованию по делу, не скрывался. Эта сумма подлежит возвращению. А как применяет вообще правоприменитель? Какой процент? Залоги? Проценты я не отслежу, поскольку статистикой судебного департамента и следствия я не обладаю. Но в моей практике мизер применение таких меропрещений, как залог. Мизер. Очень редко. И это неправильно, я считаю. Интересно. А вот по поводу так называемых белого ретничковых преступлений, да, и лиц. Ну, то есть, которые, какие в последнее время формы, методы избирают такие, так скажем, интеллектуалы, которые априори идут на совершение преступлений? Ну, говорить о том, что появился какой-то вал ног преступления, тут не приходится. Преступления все те же, те же. Хищение, злоупотребление, превышение полномочия, коммерческие подкупы, уклонение от оплаты налогов, законы предпринимательства, неправомерные действия при банкротстве. То есть, те же самые взятки. Ну, к новому что можно отнести? Ввиду активного развития цифровой среды у нас в последнее время, ну, встречаются, редко, но встречаются, значит, преступления, связанные с использованием цифровых активов, в том числе, там, криптовалюты. То есть, сейчас актуально, да, это до сих пор? Встречается, встречается. Даже на вашей практике было? У коллеги было, у меня не было, у коллеги было. Также онлайн-банкинг используют для того, чтобы совершать хищение. Онлайн-банкинг. То есть, это ключи доступа через приложение. Сейчас все пользуются какими-то электронными кошельками, переводы осуществляют большое количество. А в основном все те же, все те же. В основной своей массе, в доле, это все те же преступления. И способы, в принципе, с небольшим отличием, но те же самые. То есть, подделка документов, каких-то изготовления поддельных документов, первичных бухгалтерской отчетности и так далее. Завышение стоимости контрактов, все то же самое. Как и было ранее, да. Ну, а если говорить об уголовном преследовании, да, то является ли распространенным фактом использования как раз-таки органами, правоохранительными органами, недопустимых процессуальных каких-то методов? То есть, или в рамках процессуальных методов что-то новое происходит в процессе ведения следствия? Каждый факт использования в деятельности правоохранительных органов, недозволенных методов следствия, оно, дознание следствия, оно является предметом отдельной процессуальной проверки с вынесением соответствующего решения о возбуждении уголовного дела. Поэтому данные факты должны пресекаться. Но в последнее время, тут надо сказать, что редко, редко органами дознания следствия используются недозволенные методы расследования. В последнее время редко. Но тут нужно говорить о других способах давления на бизнес. То есть, злоупотребление, возможно, своими, может быть, полномочиями, да? Не злоупотребление, так сказать, но они, полномочия, которые им предоставлены действующим законодательством, немножечко в видоизмененном виде используют и излишне часто. Ну, что можно сюда отнести? Наложение арестов на счета бизнеса, то есть, изъятие в рамках обысков всех документов, всей оргтехники. Оборудование средств связи, наложение запрета регистрированных действий на имущество. Эти вещи полностью, они парализуют деятельность компании. И в конечном итоге это приводит к ее краху. Ну да, полгода, год, если идет следствие, то... Также, ну, старыми классическими способами пользуются, это продолжается и до сих пор, то есть, устрашение, угроза, так сказать, помещения под стражу, под стражу. Причем, в последнее время, нередко, что эти способы давление используются в отношении свидетелей, даже по делу, да, в отношении свидетелей. То есть, под угрозой задержания по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 ПК РФ, их на двое суток помещают в изолятор, чтобы они подумали с целью получить нужные показания. Причем, не всегда эти нужные показания, они соответствуют действительности. В суде, конечно, потом все это всплывает, но в суде тяжело потом оценить, какие показания более достоверны, те, которые были даны на следствие под давлением, либо в суде, когда они рассказали правду, потому что, что написано пером, не вырубишь топором, как говорится, в допросе подписи стоят, записи сделаны, нарушения прав не заявлены, в суде тяжело. Как правило... Как быть вот в таких ситуациях предпринимательных, то есть, как себя вести во время допроса, там, либо когда приглашают на беседу, так скажем? Ну, я вообще рекомендую... То есть, с собой сразу адвоката приглашать идти или... Совершенно верно, совершенно верно. Я рекомендую всем, в случае... Всем тем лицам, которые ко мне обращаются, в том числе за консультацией, в случае, если вас вызывают правоохранительные органы, лучше явиться туда с адвокатом. В любом статусе. То есть, если вы свидетель, вам сказали, что вы потерпевший свидетель, в любом случае... Ну, чтобы вдруг, если будет переквалификация, наверное, да? Чтобы не было нарушение прав. Адвокат, он следит, чтобы все права, положенные по закону, соблюдали со стороны правоохранительных органов, в том числе и потерпевшим, кстати, потому что нередко бывает так, что потерпевший заявляет о преступлении, а ему возбуждение уголовного дела отказывают. Поскольку у нас в последнее время наблюдается омоложение кадров следственных, не только следственных, но и оперативных, и они неопытные, эти новички, поскольку, значит, наиболее опытные сотрудники, они уходят в последнее время со службы, в том числе и в адвокатуру, и у них не хватает опыта для того, чтобы проследовать сложные экономические преступления, и им проще вынести постановление об отказе и возбуждение дела. Тут приходится нам, как адвокатам, добиваться путем обжалования незаконных постановлений об отказе, добиваться возбуждения уголовного дела и помогать следователю в качестве представителя потерпевшего в расследовании дел. А как быть, в последнее время, особенно буквально полгода назад, на высоком уровне, на уровне руководства страны обсуждался вопрос, что предприниматели, как правило, заказывают друг друга, пытаются причинить таким способом ущерб своим компаньонам, там, либо же конкурентам, да, и в последующем довести там до банкротства, до ликвидации организации. То есть, как предпринимателю себя вот потенциально, да, обезопасить, то есть, как, может быть, риски предотвратить данного характера? Просто понятен, к сожалению, такая практика, она имеется, имеется, и мои клиенты, они заявляют о таких фактах. Действительно, когда имеется какая-то конкуренция между организациями, они, недобросовестный конкурент может инициировать уголовное преследование своего конкурента путем подачи соответствующего надуманного заявления в правоохранительные органы, и тут начинает происходить просто кошмар. Кошмар. Приходят, значит, оперативники, исследователи, начинают, опять же, забирать оборудование, людей вызывать для дачи показаний, даже задерживать иногда. Ну, как от этой ситуации обезопаситься? На самом деле, это не так-то просто. Поскольку у правоохранительных органов достаточно большой объем полномочий, предоставленных им законом, здесь можно посоветовать только одно — вести правильный бизнес, вести правильный документооборот, заручиться поддержкой грамотных адвокатов, которые в случае таких фактов всегда оперативно смогут выехать на место для того, чтобы защитить права бизнеса. То есть опять все дороги ведут к защите? Это выбор каждого, но мое мнение, что желательно пользоваться нашими услугами. Практика покажет, что положительный эффект от этого налицо. Владимир Владимирович, тогда подскажите, на Вашей практике какие ошибки совершают предприниматели, которые потом, в последующем счете, может быть, привлекаются к уголовной ответственности? То есть, возможно, это небрежность, какая-то халатность? Какие самые такие ситуации были на Вашей практике? Ну, ошибки, они классические на самом-то деле, связанные с неверным, либо недобросовестным, значит, либо недобросовестным отношением к взятым на себя обязанностям, то есть человек взял какие-то обязательства, да, их выполняют либо некачественно, либо не в полном объеме, тут сразу возникают вопросы со стороны заказчика. Либо же документооборот неправильно ведется, в конечном итоге может привести к инициированию уголовного преследования. То есть, не подписывается собственноручно или что, реестр как-то? Ну, не проверяя там исполнение работ, акт приема передачи подписал, потом выявляет, что по факту объем работы в полном объеме не выполнен, денежные средства поступили, вот меняется хищение, как вариант, вот один из вариантов. Также надо перепроверять контрагентов на их добросовестность. Очень нередко бывает так, что человек даже не знает о том, что люди, которых он нанял, или компании, которых он привлек для исполнения своих обязательств перед заказчиком, могут также недобросовеститься к обязанностям, и в конечном итоге груз ответственности перетечет на него. Тоже не очень хорошая ситуация. В налоговых правонарушениях частенько вот именно с этим связаны проблемы. Ну, и, наверное, в завершении вопрос такого общего характера. Какие советы вы можете дать предпринимательскому сообществу, чтобы они все-таки оберегли себя от данных негативных последствий, которые могут наступить в случае совершения ошибок или каких-то посягательств со стороны третьих лиц? Нет. Ну, советы просты и банальны, на первый взгляд, покажется. То есть это не нарушать закон, добросовестно относиться к взятым на себя обязанностям, требовать от своих сотрудников, от себя добросовестное исполнение обязанностей и требовать того же от контрагентов, с которыми у них отношения. Заработную плату платить вовремя, налоги платить вовремя. И, как вариант, проводить обучение сотрудников, персонала, так сказать, на предмет возможности инициирования вот такого вот уголовного преследования. Такие обучения в ЛАГе сейчас проводятся, в том числе и нашей компании. То есть мы выезжаем, проводим некий семинар обучения. Мастер-класс, да? Мастер-класс какой-то, да? Ну, не мастер-класс, а обучение. Потому что мы доводим до сведений сотрудников, каким образом нужно действовать, если к вам пришли, например, с обыском. А есть какая-то памятка разработана? Нет таких вот вещей где-то? Ну, такой памятки в широком массовом, так сказать, обороте нет, но, разумеется, мы такие памятки разрабатывали. У нас есть система обучения, причем она различается от уровня сотрудников. То есть для руководителя это одно, для сотрудников это другое обучение. Как правило, вот эти обучения помогают избежать грубых и классических ошибок, которые допускаются при производстве следственных действий в организации. И позволяет в дальнейшем избежать серьезных последствий. Понятно. Ну что ж, спасибо, Довар Дмилович. Так напомню, сегодня в гостях у нас был эксперт, адвокат, руководитель уголовной практики юридической фирмы Шеймарданов, Елилов и Сабитов, член Ассоциации юристов России Ахмедшин Довард Дмилович. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.